Всем привет, дорогие друзья! Начнем мы сегодня с приготовления песочного печенья. Нам для этого понадобится сливочное масло или маргарин 60 грамм, мука 150 грамм, сахарная пудра 80 грамм, одно яйцо и 2 столовые ложки молока. Мы поочередно, как написано в рецепте, добавляем ингредиенты, все это перемешиваем и получается у нас тесто. Я всегда для того, чтобы приготовить какую-то выпечку, которую я делаю впервые, я всегда ищу самые простые рецепты. Ну вот не знаю, как-то вот мне усложнять все не хочется. Я всегда ищу что-нибудь попроще, полегче и тем более я песочное печенье сама вроде как не делала такого плана. Может быть и делала, слушайте, не помню. Ну вот этот рецепт я первый раз увидела. Все я замешала уже, мне осталось только добавить муку и буду руками уже к обувинчикам домешивать тесто само. Так как у меня нету кондитерского мешка, я решила просто взять пакет, обычный мешочек, отрезать оттуда уголок и делать уже так. Но если у вас есть кондитерский мешок дома, вы им пользуетесь. Можно печеньки, любые там красивые фигурки выкладывать, различные узоры. Я сейчас всегда, когда готовлю какую-то выпечку, использую пергаментную бумагу, смазываю ее маслом. Хотя у меня есть силиконовый коврик, я его давно уже купила, но почему-то не использую. Вот он у меня просто в духовке лежит в формочках. И я им не пользуюсь. Пишите, девчонки, чем вы пользуетесь? Пергаментной бумагой или силиконовым ковриком? Я в мешочек накладываю тесто наше, я еще мешочек предварительно смазала маслом, для того, чтобы тесто не прилипало к стенкам. И поменьше его там осталось, так как все равно все до конца, окончательно выдавить, конечно, не получится. Вот я решила использовать так. У меня мама так делает, у меня тоже нету кондитерского мешка. И она всегда тоже берет пакетик, отрезает уголочек и делает любые там печеньки. Вот я решила сделать тоже точно так же. И можно любые там розочки, полосочки, что угодно делать, змейки, любую форму придавать печенью. Я вот решила сделать розочки, думала, они в таком высоком состоянии останутся. Но тесто, видимо, немножко у меня было, оно вроде бы было и густое, но получилось, что все равно тесто немножко подопустилось, разъехалось. И печеньки просто приобрели небольшой такой узор. Но, в принципе, они получились очень вкусные. Мы съели их за один вечер. Получился один противень. И чтобы получилось их больше, конечно, значит, надо в большем объеме ингредиентов использовать. Но это был мой первый раз, поэтому в следующий раз я буду использовать больше ингредиентов для того, чтобы получилось больше печенья. Печенье получилось вкусным, хрустящим и даже очень-очень сладеньким. Всем приятного аппетита, кто кушает! Я сделала заказ в интернет-магазине Фаберлик. Девочек в Телеграм спрашивала, какие средства можно заказать, какие они пробовали. И давайте вам покажу, что я заказала. Первое, что я вам покажу, это вот такой карандаш-пятновыводитель универсальный. Девочки мне писали, что таким пользуются, очень хорошо помогает. И у девочек в роликах я даже видела его эффект использования. Будем с вами тестировать. Так как я Фаберлик первый раз заказала, мы с вами будем в течение следующих роликов все это тестировать. И я также буду оставлять свои отзывы на данные товары. Ну а вы пишите в комментариях, пользуетесь ли вы продукцией Фаберлик. Внутри он выглядит как карандаш для чистки утюга. И в использовании он очень прост. Этим карандашом просто нужно натереть пятнышко, которое вы хотите вывести. И подождать некоторое время. И все потом протереть просто влажной тряпочкой. Также заказала пятновыводитель в баночке рассыпной. Он действует точно так же, как любой другой пятновыводитель, содержащий перкарбонат натрия. Также растворяется при выше 60 градусов. Также буду его использовать и выводить вместе с вами пятна. Пишите в комментариях, пользуетесь таким или нет. Следующая позиция это мыло для кухни, устраняющее запахи. Девочки пишут о том, что действительно устраняют запахи. У меня аромат лесная земляника. Мне захотелось, чтобы у меня ручки потом пахли земляничкой. Далее, для наведения порядка на кухне, я заказала вот такую крем-пасту для чистки металлических поверхностей. Это кастрюли. Что у нас написано? Мягко очищает металлические поверхности, не оставляет царапин. Полирует, придает блеск. Подходит для ювелирных даже изделий. Даже можно им почистить кольца и сережки. Также будем с вами тестировать. Посмотрим, какой будет результат. Далее, заказала концентрированный гель для мытья посуды с ароматом лесной малины. Девочки мне писали, что лесная малина обалденно пахнет. Я понюхала, действительно аромат очень классный. Так как это концентрированное средство, его можно разводить, либо использовать в небольших количествах, так как концентрация здесь довольно высокая. Чистота и блеск без разводов. И лесная малинка будет очень вкусно пахнуть. Далее, заказала ультракондиционер для белья. Буду добавлять его при стирке в машинке. И обещают нам 30 стирок. Посмотрим. Аромат тоже очень приятный. Пахнет розой. На самом колпачке есть деление, где указано, что 15 мл. Это вот именно здесь. И дозировки. Здесь также все расписано. При каком количестве белья, сколько нужно добавить будет этого кондиционера. Также по рекомендациям девчонок заказала вот такой усыпучий порошок. Здесь всего лишь 800 грамм. Но он идет концентрированный. Здесь также получается, что на большой объем белья не нужно будет тратить много порошка. А достаточно будет следовать инструкции, указанной на упаковке. Здесь написано, что одна пачка равна 3 килограммам обычного порошка. Я взяла универсальный порошок, чтобы он подходил для любого типа белья. Также в комплекте для порошка идет мерная ложечка. Это очень удобно. Вот ее можно будет потом класть просто в пакетик. Для очищения туалета я заказала вот такой биогель хвойный. Так как я сейчас не пользуюсь никакими доместосами и хлоросодержащими, я решила заказать вот такой хвойный биогель для очищения туалета. Заказала вот такое средство для очищения ванной комнаты. Оно подходит для быстрого удаления ржавчины, водного камня, известкового и мыльного налета. Устраняет неприятные запахи. Также будем с вами тестировать. У меня аромат цитрусовая прохлада. И для кухни девочки мне советовали взять средство для чистки духовок и плит, удаление жира и нагара. Эффективнее очищает плиты, духовки, противни, сковороды, грили и вытяжки от стойких жировых загрязнений и въевшихся нагаров. Девочки мне рекомендовали, я взяла. Будем с вами скоро тестировать. В компании Фаберлик в каталогах можно приобрести не только бытовую химию, но и косметику, парфюмерию, одежду, обувь и продукты для здорового питания. Чтобы получить 20% скидку от цен, указанных в каталоге, вам нужно всего лишь пройти трехминутную простую регистрацию и вы получите скидку на весь ассортимент в каталоге. Ссылочка для регистрации будет в описании под роликом и в комментариях. Переходите и регистрируйтесь. Ну а мы с вами перейдем делать домашние дела. Я зимнюю одежду всю постирала. У девочек уже курточки, наверное, все. Это последний сезон, когда они их отнесили. Я буду их уже отдавать кому-нибудь. Ксюшу я уже Даши на штанишки, курточки оставлять, наверное, думаю, не буду, потому что все пошоркано. Я уже, наверное, просто даром кому-нибудь отдам, те, кто нуждаются. Сразу решила протестировать средства для унитаза от Фаберлик. Залью унитаз, там написано взболтать, нанести под ободок унитаза и оставить на 10 минут. Пахнет так свежестью прям сразу. Даже под закрытой крышкой все равно аромат такой приятный, хвойный чувствуется. И мне нужно разобрать, так как у меня нет никакой корзины для белья, я все грязное белье сначала складываю в машинку, потом уже разбираю по цветам. Светлое, темное, цветное и так далее. И вот я решила цветное постирать сразу порошком от Фаберлик и добавить кондиционер. За счет того, что он концентрированный, его надо очень немного. Во время стирки пены было немного. У меня вот был как-то гель один раз, я покупала для стирки. Там я добавляла буквально немножко, а пены от него было столько, что даже не вымывалось после стирки. В машинке все равно пена оставалась. Но здесь очень хорошо. И после стирки вещи пахнут обалденно. Прям вот кондиционер хорошо справляется с своей задачей. Белье прям пахнет розой. У меня аромат розы, потому что кондиционеры пахнут прям очень приятно. И сразу расставлю все предметы бытовой химии на полочку для хранения. И уберу все по местам. Порошок мне пока что некуда пересыпать, потому что раньше у меня была емкость для порошка. И я ее использовала для хранения наполнителя для кошек. Поэтому у меня пока что никакого контейнера нету с крышкой. Поэтому пока что зажму зажимом пакетик и пусть он будет так стоять. Сразу решила протестировать средство для очищения ванной комнаты. Оно много профильное, многофункциональное. Им как можно и ванну саму мыть, раковину, плитку, как на полу, так и на стенках. Потому что все равно у кого жесткая вода, налет образуется. И получается, что надо с помощью средств избавляться от этого известкового налета. У нас, как правило, вроде бы вода и жесткая, но налет образуется только в местах, где прямо очень близко соприкасается с водой у нас. На стенах, как правило, где у плитки у нас нет такого жесткого налета. У нас швы белые. Я их постоянно тоже протираю, но без всякой химии. Просто протираю. А вот там, где именно мы проклеиваем, допустим, вот этой силиконовой штучкой, у нас все равно там образуется налет. И вот с помощью средств я использую их и все это вычищаю. Средство очень быстро среагировало на все загрязнения. Хорошо все убралось. Я еще подождала 5 минуток и все смыла. И ванна у меня как новенькая. Артикулы на все средства, которые я использовала, я укажу в описании под роликом. Вы можете перейти по артикулу, посмотреть в каталоге и заказать такие же, как у меня. Либо выбрать с другим ароматом, например. У нас уже отстиралась стирка. Я сразу проверяю качество стирки. Все пятнышки, даже на носочках. Меня что больше удивило, у меня были у Ксюши носочки. Где вот, допустим, прежним порошком у меня не отстирывались вот эти натоптыши. Когда вот просто пяточка черная, а здесь все отстиралось. Я была очень удивлена этому. Мне эффект понравился. Еще очень понравилось, что очень ароматно кондиционер пахнет. Хотя я его добавила буквально немножко. И все хорошо отстиралось и прекрасно пахнет. Ну и так как я недавно получила травму, да, я рассказывала, что я разрезала себе палец. Мне наложили 4 шва. И сейчас я хожу на левой руке с перебинтованным пальцем. И у меня рабочих пальцев на левой руке осталось всего 2. И получается, что я накопила гору белья на буфете. Мне надо, я вот просто стирала, сушки собирала одной рукой и складывала. И все, у меня прям сил не было, рука болела. У меня прям сил не было вообще что-то делать. Сейчас более-менее все подзаживает. Как-то, знаете, больше уже могу что-то делать рукой, да. Стараюсь все равно ее разминать, чтобы она у меня не атрофировалась, можно так сказать, да. Поэтому я сейчас принялась, что да, все, уже надо разобрать мне одежду по стопочкам. Что гладить, что не гладить. Потому что если я сейчас это не сделаю, то я это, наверное, сделаю только когда мне швы снимут. А швы снимать я поеду только 5-го числа. Поэтому, конечно, я уже себя взяла в руки, что лениться, надо что-то делать. Поэтому я разобрала всю одежду, все, что не нужно гладить, я сейчас унесу по местам. А все, что нужно будет погладить, я поглажу. Ну и по итогу у глажки получилось не так уж и много. Постельное белье у девочек одежда и у моей одежды там пару футболок. И только я собралась гладить, Ксюша тут быстренько уже сообразила магазин. Она говорит, это магазин, приходи ко мне покупать что-нибудь. Выложила игрушки. Я думаю, ну ладно, пускай она пока играет, и я перейду на кухню и помою плиту. Потому что плиту я тоже забросила. Конечно, вот с травмой как-то у меня вообще рука не поднималась. Ничего особо делать. Я первые два дня, наверное, просто умирала. Потому что была в шоке от происходящего, что как я так вообще сумела поранить руку. И сразу решила протестировать средство от Фаберлик. Его тоже нужно нанести в небольшом количестве на загрязненный участок. Этим средством можно плиты, духовки, мыть гриле и так далее, вытяжки. И вот я его нанесла и буду потом смывать. Действует она хорошо, не имеет химозного едкого запаха и достаточно хорошо смывается. И здесь недавно в комментариях мне подписчица Анечка написала несколько вопросов. Я бы хотела на них сейчас вам ответить. Лера, привет! Давно тебя смотрю, но все равно хочется тебе задать пару вопросов. Первый вопрос. Что бы ты ответила незнакомому человеку, когда бы он спросил, расскажи о себе? Ну, знаете, такой вопрос сразу вспоминается детской анкетой, да, расскажи о себе. Но обычно люди, когда встречаются, да, люди сами задают те вопросы, которые им интересны. И вот так вот никогда не встречала, чтобы люди спрашивали, расскажи о себе. Они просто все равно подводят к ответам, да, к каким-то, которые им интересны. Там из какого-то города, сколько тебе лет, есть дети или нет. А вот так вот такой вопрос я никогда не встречала. И даже, если честно, когда прочитала вопрос, даже растерялась. Думаю, а как бы я ответила? А вот даже и не знаю. Если честно, вот просто правду скажу. Я не знаю, что бы я ответила. Ну, что я могу рассказать? Мама двоих детей, да, блогер. И если человек это заинтересует, он начнет задавать наводящие какие-то вопросы другие, да, то я бы рассказала и дальше. Ну, не знаю, чем еще можно, что еще можно рассказать о себе. Следующий вопрос. По твоим видео кажется, что ты домоседка и сидишь в основном дома. Ну, да, возможно, по влогам, по мотивациям можно сказать, что я домоседка. Но это же всего лишь микрокусочки моей жизни. И по ним как бы судить, это, видимо, вот такая картинка просто складывается. Да, я интроверт, я очень такой социофоб, я не особо люблю такие шумные компании какие-то. Меня это все напрягает и все. Но все равно мы с детьми выбираемся всегда в зоопарк, в цирк мы ходим, на представления. Когда бабушки приезжают, они покупают какие-то билеты в театры, в детские, кукольные, там еще куда-то, да, они ходят, сопровождают, потому что бабушки приезжают, они долго не видятся с детьми, допустим, приезжают и хотят их как-то чем-то порадовать, удивить, развлечь и так далее, да. Ну, а мы с Сережей ходим в кино. У нас никогда такого не бывает, что мы прям только вдвоем там пошли в ресторан, сели, отдохнули и так далее. У нас такого нету, потому что у нас бабушки все работают, да, им некогда особо, им очень редко так получается. А с детьми тоже в будние дни, они все школы, садики, на выходных мы, как правило, просто проводим время вместе. И если есть какой-то настрой куда-то сходить, мы, конечно, сходим на развлекательные какие-то площадки, еще куда-то, да. Ну, и опять же, все зависит от бюджета. Если у нас входит в бюджет развлечения какие-то, да, нам хватает на это все, мы, конечно, сходим куда-то. Если нет, то нет. Бывает по-разному. Следующий вопрос. Скандальный ли ты человек? Ой, нет. Раньше я вообще очень боялась каких-то скандалов, особенно, вы знаете, когда со стороны на это смотришь, у меня начинается сердцебиение буйное, я начинаю переживать, у меня начинается тревога. Но сейчас, конечно, я когда уже как бы постарше стала, я могу там где-нибудь, если мне что-то не нравится, выразить свои эмоции, но не прям вот, я не прям такая та самая скандальная баба, которая, знаете, там рвет и мечет все. Нет, я могу высказать свое мнение, да, даже в такой грубой какой-то форме, там пофыркать, еще что-то, но это бывает крайне редко, это прям меня надо довести до этого состояния. Ну и как бы все равно я научилась выражать свои эмоции, да, потому что раньше вот мне что-нибудь сказали, я заплакала, все ушла. У меня нервная система не очень устойчива раньше была, сейчас я менее такое нервничаю меньше, возможно, это даже гормональные препараты повлияли, потому что я сейчас стала очень вообще ко всему проще относиться, как бы и слез у меня, как правило, нету, да, и вывести из меня из равновесия достаточно сложно. И последний вопрос, насколько ты уверена в себе? Раньше я вот скажу, что сейчас я чувствую по отношению к себе, и что раньше, раньше у меня было очень много комплексов, начиная с подросткового возраста. И вот когда я начала с Сережей встречаться, мне было 16 лет, я ему прям проговаривала эти комплексы, там, ой, у меня грудь маленькая, ой, я худая, ой, я то-другое. И Сережа меня научил, я еще почему очень боялась переезжать в большой город, потому что мне казалось, что там все такие красивые, все такие модные, а я приехала из поселка, и вообще я как белая ворона среди толпы. И Сережа меня научил тому, что всем здесь по барабану на тебя, на то, как ты выглядишь, на то, если ты прям, там, не знаю, не пьяная идешь, шатаешься голая там по улице, да, всем по барабану, как ты выглядишь, что ты себя представляешь, как бы, да, в этом плане. И я уже стала более уверена к тому, что как я одеваюсь, что я думаю, там, как я выгляжу и так далее. И потом, со временем, вот эти все комплексы, которые я сама себе придумала, да, в принципе, я прожила, приняла, что да, действительно, я худенькая, я стройненькая, в этом же тоже есть много плюсов, не только минусы, что я худенькая, да, я нашла себе больше плюсов в этом, чем минусов, и сейчас живу спокойно и уверенно в себе, даже если сейчас мне даже хейтеры какие-то пишут, что я анорексичка, там, дрищ, еще что-то, господи, заблокировала, забыла, как страшный сон, и все. Просто ноль эмоций на это все, и вот, в принципе, я достаточно уверена сейчас в себе, и меня подколоть за что-то, уколоть достаточно сложно. Это были все вопросы, если у вас есть вопросы, обязательно не стесняйтесь, пишите их в комментариях, я постараюсь в следующих роликах на них ответить. Ну, у нас уже все, мотивация заканчивается, я разобрала, наконец-то, на буфете вещи, постирала первую партию белья, сейчас уберу досочку и буду с вами уже прощаться. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, пишите свои комментарии. У меня также есть влоговый канал, я там снимаю частичку своей жизни, болтаю на камеру, поэтому кому интересно, переходите и подписывайтесь. Также есть телеграм-канал, ссылочки на все мои социальные сети всегда есть в описании под любым роликом. Всех люблю, всех целую, всем до новых встреч, пока-пока!